Всем привет! Это канал про цветок, на котором мы рассказываем простым и понятным языком про уход за садами и огородом и помогаем вырастить здоровый урожай. Меня зовут Дмитрий и сегодня расскажу, как ухаживать за летней малиной весной, как ее правильно обрезать и подкормить, чтобы потом собирать урожай ведрами. Свою малину я обрезал и подкормил еще с осени, а теперь я позабочусь о малине у соседа. Всегда хорошо общаться с соседями и помогать друг другу. Малину лучше всего обрезать осенью, но если вы не успели это сделать, то можно и весной. В первую очередь нужно удалить старые сухие побеги, которые плодоносили в прошлом году. Они уже больше не нужны, свою функцию они отслужили. При обрезке нужно быть максимально аккуратным и удалять побеги максимально низко к земле, не оставляя никаких пеньков, ведь такие пеньки будут служить источником распространения различных инфекций. Поэтому срезаем малину низко, стараясь срезать до самой земли. Вторым делом удаляем тонкие загущающие побеги. Они нам не нужны. Они практически не дадут урожая и будут лишь отнимать силы у куста. Далее нужно осмотреть побеги. Если вы заметили на побегах большие вздутия, это галы. Вредитель откладывает личинок внутрь стебля и образуются вот такие наросты. Малина галится. Она очень часто поражает малину. Поэтому такие вот стебли со вздутиями обязательно нужно удалить, вынести за пределы участка и сжечь, чтобы вредитель не распространялся на остальные посадки малины. Далее нужно укоротить макушки малины. Укорачиваем побеги примерно на 20-30 сантиметров. Вверху макушка очень тонкая и за зиму часто подмерзает. И она будет лишь отнимать силы у растения. На ней формируется обычно скудный урожай. Если мы обрезаем макушку, то все силы уходят в более нижние почки, малина больше ветвится и, соответственно, дает более лучший урожай. Далее малина нуждается в обработке, в профилактической обработке от заболеваний. В весенний период, опять же, лучше использовать мясодержащие фунгициды. Это в первую очередь бордовская жидкость, либо препарат азофос. Могут быть и другие фунгициды, которые у вас есть в доступности. Я же стараюсь обрабатывать малину бордовской жидкостью. Весной почки еще не распустились, не набухли, поэтому смело использую 3% бордовскую жидкость для обработки вот этих стеблей малины. После обработки приступаем, конечно же, к подкормкам. Малина очень требовательная ягодная культура к питанию. Особенно малина любит органику. Всегда на зиму стараюсь замульчировать малину перепревшим компостом. Вношу его в большом количестве, на квадратный метр 3-4 десятилитровых ведра. Можно использовать, в принципе, и не перепревший компост, который еще полностью не разложился. Например, вы собрали в компостной куче осенью опавшую листву, различную ботву с огорода. И за зиму, конечно, она еще не перепрела. Но ничего страшного, можете использовать вот эту вот неперепревшую органику для подкормки для мульчирования малины. Малина быстро поглотит все питательные элементы из этой вот гниющей массы и будет хорошо развиваться. Чтобы летом ягода набирала сладость и была довольно плотной, транспортабельной, Малину нужно подкармливать также и калинофосфорными удобрениями. Я предпочитаю использовать обычную древесную золу. И на квадратный метр вношу примерно 2 стакана древесной золы. Если у вас нет золы, под рукой используйте обычные калинофосфорные удобрения. Вносите их в норме 40-50 грамм удобрения на квадратный метр. Это что касается летней малины. У меня также есть на участке и ремонтнатная малина, причем много сортов и большая площадь посадок. Но ее я подкармливаю и обрабатываю по-другому. Осенью я срезаю всю надземную часть и выбрасываю. И все грядки мульчирую перепревшим компостом или навозом. А весной, когда оттает почва, я вношу по этим грядкам комплексное минеральное удобрение. Использую самые простые доступные удобрения, например, тот же амафоскомид либо амафоску. Вношу это удобрение по оттаившей влажной почве из расчета 50-60 грамм удобрения на квадратный метр. И все, больше ничем малину не подкармливаю. Компост и удобрение раз в сезон, и малина хорошо растет и плодоносит. Весной обязательно поухаживайте за своей малиной, и летом она отблагодарит вас щедрым урожаем. Спасибо за внимание и до новых встреч!